Любой процесс поиска и привлечения инвестиций, рано или поздно ты понимаешь, что деньги нужны. Я всегда провожу налоги, это очень сильно похоже на поиск второй половины. Друзья, всем привет! Сегодня в этом видео дальше вы узнаете чуть-чуть историю Олега Иванова. Это создатель довольно известной марки энергетика Торнадо. Он чуть расскажет с своей точки зрения, что такое инвестиции, как он привлекал, но у него там миллионы долларов. А сегодня небольшой анонс такой. Я хочу осветить. Бизнес-школа Осколково придумала отличный call to action, я считаю. И они нам доверились, чтобы мы осветили эту штуку. Она называется Grand 30 000 евро на обучение в бизнес-школе Осколково. То есть вы его можете получить. Для нас это большая честь сделать это объявление в России на YouTube. И, соответственно, под видео будет ссылка на получение гранта, на анкету, заявку. И вы под видео переходите, по ней заполняйте заявку. И уже тот, кто, соответственно, выиграет, пройдет отбор, получит этот грант 30 000 евро. Вот, грант будет выдаваться там в три этапа. Первый этап, вы сейчас заполняете заявку, отвечаете на необходимые вопросы. Второй этап, вас приглашают на интервью-собеседование с учредителем этой программы. Вот, и дальше уже вы выходите в финал. И в финале, как бы, уже ребятам раздадут вот эти вот гранты до 300 000 евро на обучение. Вот, это в целом, если вам непонятно, что тут происходит, это офис нашей компании, то есть, я человек 40. Вот, ребята работают, поскольку дел много. В России директ еще продается по аукционной схеме, поэтому мы много работаем. Не удалось даже выйти на улицу. Вот, поэтому регистрируйтесь по ссылке под видео. И дальше смотрите ролик уже про инвестиции Олега Иванова. Такой, мне кажется, интересный блог. Там тоже упор, конечно, не на картинку был, как на траке, упор даже именно на саму суть, потому что с Олегом мы чуть случайно даже встретились. Мы в гостях у Олега Иванова. Нас позвали на медиаметрис. Вот, серьезная компания, серьезный Олег Иванов занимается инвестициями. Ну, у нас обычно формат, как сказать, пытаемся раскрыть человека. Да, вот, ну, что-то мне в последнее время кажется, вам это пофиг на ютубе, да, поэтому будем отвечать, мне кажется, на вопросы конкретные. То есть, меня меньше интересуют люди, которые не занимаются бизнесом, можете просто посмотреть. Больше интересуют те, кто занимается или думает об этом. Поэтому вот такой вопрос, Олег. Вот, ты же видишь, как бы есть проекты, есть... Ты сколько совокупно сделки вот с твоим участием или около тебя прошло? На какие суммы примерно? Слушай, ну, вот, если говорить про свои проекты, я тоже, в этом честно говорю, я в свои проекты прилег больше 90 миллионов долларов. 90 миллионов долларов. Да. Мы ничего не будем делать. Есть такое. Да, а так, если говорить про направление, о чем мы с тобой говорили, инвестбазар, который у нас есть, то... Да, инвестбазар.ру. Точка.ком, да. Точка.б. Вот, мы там помогли, то есть мы с этого ни одной копейки вообще себе не взяли, привлечь денег, ну, то есть, грубо, это сами проекты потом декларируют, что они привлекли такую сумму денег. И совокупно получилось порядка 700 миллионов рублей уже. Вот, поэтому, ну, как-то там... С учетом твоего опыта, ты рекомендуешь брать деньги от инвестора, и если не рекомендуешь, то почему, ну, короче, риски того, риски того. Ты знаешь, ты вот очень правильный вопрос задал, потому что, ну, как мы с тобой, кстати, тоже, наверное, в процессе эфира это обсуждали, здесь, на самом деле, нет, наверное, правильного ответа, то есть надо или не надо. Это всегда, конечно, вопрос фазы, наверное, развития, да, получается. Скажи просто про фазу, ну, кто? Плюс-минус такие минимальные средства. Слушай, ну, смотри, давай так, я бы сказал две вещи. Первая фаза, вторая отрасль, да, есть некоторые отрасли, в которых ты даже на фазе, там, какого-то пилота, прототипа, ты без денег чужик не можешь, потому что тебе просто не хватит этих денег, да. Самая идеальная вещь, конечно, самая идеальная модель, это любой там инвестор скажет, это когда ты что-то проверил, у тебя есть первые клиенты. Шевелилась, да. Да, и ты просто хочешь вот этот один, два, три прецедента начинать масштабировать, вот под это уже подрост, это самые идеальные деньги, потому что, ну, как бы они, как правило, всегда гармонично заканчиваются, да, то есть ты выращиваешь бизнес, все зарабатывают, все там более-менее счастливы. Самая, конечно, сложная стадия, это стадия запуска, вот, когда, ну, как я говорю, да, там, очень часто у тебя, в принципе, может быть недостаточный денег. Ну, один из моих, там, проектов, который в свое время, там, даже, ну, фокус, там, да, вроде как попал, торнадо-энергетик, энергетический адрес такой. У нас была компания моих торнадо, и мы, бар еще торнадо есть в Ереван-Плазе, я постоянно смотрел на эти торнадо, этот воин, круто. Ну, вот, есть Сергей Выходцев, инвайта, есть торнадо, ну, да, магазинный. Сейчас он уже не мой, то есть я его продал, получается, но тем не менее. Секрет сколько, нет? Да, и, к сожалению, там, единственную цифру, которую я могу сказать, смотри, не свою, значит, у меня было, там, два финансовых партнера, значит, один из них вошел с половиной миллионов долларов за 25%. На этапе, первого этапа сделки, когда, там, выкупали, ну, там, группа компаний смс большая, они им заплатили два с половиной. Это знаменитая история, я не знал твое имени и фамилии, но эту историю я знал, что очень круто кто-то сделал. Провесили все очки, да. Ну, вот, реальная история, не просто, там, консультанцы, которые по инвестициям, да. Скажи просто что-то, на эту тему, вот, ты же видишь, что все припринимательскую, все думаешь, что-то у тебя наболело, или, вот, какой-то некий, вот, клубок знаний, к которому ты пришел, кратко, какая-нибудь маленькая эта истина. Просто количество ересей, то, вокруг этой темы, оно зашкаливает, на самом деле. Есть такое, да. Ну, смотри, там, к сожалению, сколько я, там, не пытался это вужать, там, в какие-то очень, такие, компактные штуки, очень сложно это сделать. То есть, вот, основной, наверное, может быть, ликбез, наверное, там, в чем? В том, что любой процесс поиска и привлечения инвестиций, да, то есть, когда ты, ты рано или поздно, ты понимаешь, что деньги нужны. Ну, то есть, вот, я всегда провожу налоги, это очень сильно похоже на поиск второй половины, да, то есть, ты, как бы, как мы ищем второй половину, да, там, в детстве мы, там, читаем сказки, смотрим мультики, да, понимаем, что у девочек, там, не знаю, нужно быть принцессой стать, да, там, мы жили недолго и сейчас, и у парня обязательно дракона какого-то завалить должны, там, даже завивать сердце принцессы. Потом мы идем в школу, заигрываем... Да, 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 заигрываем как, да, то есть, парни, там, за косички дергают, да, девчонки по башке в учебник и убьют. Ну, то есть, потом у нас какой-то первый опыт, вот, который, как правило, хреново всегда заканчивается, да, и, там, люди, там, считают, остаются с выводами, что все мужики козлы и бабы дуры, да, получается. Кто-то на этом остается, да, кто-то, там, дальше живет, развивается, и, там, не знаю, семьи появляются, дети и так далее. Вот с инвесторами один в один. То есть, ты сначала думаешь, сказки читаешь по интернету, да, смотришь мультики и думаешь, твою мать, там, где-то драконы летают. Да, да, да. Потом ты первый раз, там, начинаешь что-то с ними передавать. Потом первый опыт, который, там, непонятно, как заканчивается, вообще... А еще, знаешь, инвестор, это как про Деда Мороза, как дети говорят, сначала верят Деду Морозу, потом не верят, потом они Деду Морозу. Да, да, да. Сначала ты веришь, потом ты вообще не веришь, а потом ты веришь. Потом ты веришь. Да, так и есть. Прикольно, прикольно. Слушай, тогда вопрос такой, крайне-то, да, вот как с учетом того, что такие цифры, ты сейчас сказал, десятки, да, миллионов долларов проскакивали, они... Ну, ты задавал мне вопросы, я так по-хорошему удивился даже, что на самом деле я даже удалось нам как-то вектор увести, может, даже где-то философские вещи, хотя программа про бизнес, что меня, честно говоря, очень радует, что это возможно, да, формат растягивается. Да, согласен. Как тебе при таких суммах, при таких сделках, инвестициях удалось остаться, не знаю, мягким человеком, ты очень мягкий человек, это вызывает доверие? Спасибо тебе, да. Слушай, да... И как остаться таким? Ну, ты знаешь, а у меня же как-то там, я бы не сказал, что вопрос-то особенно стоял, то есть, это же, то, что мы с тобой обсуждали, да, это вопрос больше таких, наверное, семейных каких-то вещей, и... Ну, ты меня сейчас, кажется, загнал в тупик, то есть, я не знаю даже как-то себя как-то... Ну, не зачуствел ты прямо это чувствовать, да? Понимаешь, вот, наверное, вернусь к тому, что вот ты тогда сказал, то, что, вопрос зачем, да, понимаешь, у меня же был период, например, реально жесткой ломки, то есть, когда я, грубо там, продал торнадо, и, то есть, сидишь на горах кэша, и ты понимаешь... Удиваешь все. Ну, да, то есть, ты понимаешь, что вот, тут, знаешь, не в теории, а реально вот на практике, ты понимаешь, что ты реально можешь не работать до конца своей жизни, ну, прям реально, ни одного дня, то есть, спокойно сидеть там, курить бамбук. И вот это очень жесткий момент, то есть, вроде бы думаешь, аллилуйя, да, вот сейчас там триумф, но это импец как ломает. Почему? Потому что ты, ну, то есть, у тебя вот этот вопрос, зачем, он прямо не останавливается, он звенит в голове и финально, то есть, вводит, то есть, как бы к тому, чтобы ты себе сам нашел вот этот ответ Конечно, там пришлось очень много, через что пройти в плане, там, и практик всяких, там, и тренингов тех же самых и так далее, чтобы, по крайней мере, понять, ну, а мотив мой-то вообще какой? Потому что там тоже очень много жена на основу такого, да? Да И вот, ну, да, то есть, это привело к тому, что, вот, я более-менее примерно понимаю, что меня заставляет выпрыгивать с утра из кровати, да? Там иногда позвать, конечно, до эфира, как-то там, сегодня ночью, вот, новое время, кстати, начало Ну, да, да, как-то, как-то, по-богласски Вы понимаете, мы поехали на медиаметрикс, к которому Олег никакого отношения не имеет, я никакого отношения не имею Он звонит за 5 минут, человек, у которого в кармане нормальное количество денег, звонит, извиняется, что он опаздывает до 5 минут Я покраснел Спасибо большое, Олег, что... Спасибо, Руслан, да Короче, я... нет никаких сомнений, что в России все будет четко, как-то не плачь, что все куда-то валится, кризисы, все нормально Люди с деньгами адекватные, люди без денег тоже адекватные Просто нужно действовать, да, поменьше роликов нам на ютубе, да и все побольше делать Все, так что поменьше роликов смотрите и подписывайтесь Побольше делать, да, подписывайтесь на Олега Деньги нужны? Близбазар.ком или ищите меня в фейсбуке А ты в своей вот эти соцсети, ты как бы общаешься? Смотри, да, то есть там, меня можно найти везде, это Иванов Инвест, то есть, да, в фейсбук, Вконтакте Ну, я предлагаю полу, кто монтировать будет, я не знаю А, окей, да Ссылки, тогда у Олега возьми, ссылки разместите все Деньги нужны, да, обращайтесь Деньги нужны, обращайтесь И call to action такое, что даже не деньги, просто если есть какой-то вопрос, только четко сформулирован в одну строку Вы напишите Олегу и не страшно ответить, мне так однажды Тинькофф ответил, я офигел И вот это будет начало вашего отношения, а мы не только место заняли на Настином айфоне Спасибо, Олега Спасибо тебе большое